Моё почтение, дамы и господа, сейчас будет стихотворение, в котором я ради художественного усиления заменил одно слово другим. Да простит меня автор, но это слово логически вытекает из содержания произведения. Возможно, и властимущие что-нибудь-то услышат. Хотя вряд ли, ведь лучше в аду томиться, чем пройти мимо того, что плохо лежит. Да, господа? Жуковский Василий Андреевич Были и лето, и осень дождливый. Были потоплены пажители, нивы. Хлеб на полях не созрел и пропал. Сделался голод, народ умирал. Но у епископа, милостью неба, полный амбары, огромный хлеба. Жито сберёг прошлогоднее он. Был осторожен, епископ готов. Рвутся толпой, и голодный, и нищий, в двери епископа требуя пищи. Скуп и жесток был епископ Гатон. Общий бедорю не тронулся он. Слушать их вопли ему надоело, А вот он решился на страшное дело. Бедных из ближних и дальних сторон Слышно сплекает епископ Гатон. Дожили мы до нежданного чуда. Вынул епископ добро из-под спуда. Бедных к себе на пярушку зовёт. Так говорил изумлённый народ. К сроку собрались званые гости. Бледные, чахлые, кожа да кости. Старый огромный сарай отворён. В нём угостит их епископ Гатон. Вот уж столпились под кровлей сарая Все пришлицы из окружного края. Как же их принял епископ Гатон? Был им сарай и с гостями сожжён. Глядя епископ на петел пожарный, Думает, будут мне все благодарны. Разом избавил я с шуткой моей Край наш голодный от жадных мышей. В замок епископ к себе возвратился. Ужинать сел, пировал, веселился. Спал, как невинный, и снов не видал. Правда? Но более с тех пор он не спал. Утром он входит в покой, Где висели предков портреты. И видит, что съели мыши Его живописный портрет Так, что холстиной признака нет. Он обомлел, он от страха чуть дышит. Вдруг он чудесную ведомость слышит. Наша округа мышами полна, В житницах съеден весь хлеб до зерна. Вот и другое в ушах загремело. Бог на тебя за вчерашние дела. Замок твой крепкий, епископ Гатон. Мыши со всех осаждают сторон. Ход был до Рейна от замка подземной. В страхе епископ дорогой темной К берегу выйти из замка спешит. В Рейнской башне спасусь, говорит. Башня из Рейнских вод подымалась, Издали острым утесом казалась. Грозной спены торчащим она, Стены кругом ограждала волна. В легкую лодку епископ садится, К башне причалил, Дверь запер и мчится. Вверх по гранитным крутым ступеням В страхе один затворился он там. Стены из стали казались ослиты, Были решетками окна забиты, Ставни чугунные каменный свод, Дверью железною запертый вход. Ужник не знает, куда приютиться, На пол, зажмурив глаза, он ложится. Вдруг он испуган стенанием глупим, Вспыхнули ярко два глаза над ним. Смотрит он, кошка, сидит и мяучит, Голос тот грешника давит и мучит. Мечется кошка, невесело ей, Чует она приближением шеи. Пау на колени епископ и криком, Бога зовет о выступлении диком. Воет преступник, а мыши плывут, Ближе и ближе, доплыли, ползут. Вот уж ему в расстоянии близком, Слышно, как лезут с роптанием и писком, Слышно, как стены их лапки скребут, Слышно, как камень их зубы грызут. Вдруг ворвались неизбежные звери, Цыплются градом сквозь окна, сквозь двери, Спереди, сзади, с боков, с высоты. Что тут епископ почувствовал ты? Зубы от камня не навострили, Грешнику в кости их жадно впустили, И весь по суставам раздернут был он. Так был наказан епископ Гондон. Спасибо.